всем привет спасибо что вы смотрите вот это вот все вот это вот все да я всегда с вами и рок-музыка тоже всегда с нами вместе а если хотите помочь существовать данного канала хотя он и так будет существовать все равно но мало ли хотите что-нибудь приятное сделать вы можете произвести простую манипуляцию прочитав под каждым роликом инструкцию как манипуляцию эту осуществить это очень просто и не затратно я бы сказал так но не будем а грустно что у меня на груди все знают что это такое да правда название пластинки не соответствует обложке которые показывают но тем не менее black sabbath есть black sabbath первый альбом 1970 год записано что-то такое то ли за 8 часов то ли за 10 часов то ли за четыре дня с разбросанными сменами в общем записан мгновенно совершенно и гизер батлер говорил о том что ничто не предвещало никто не рассчитывал на какой-то успех на какое-то признание на какой-то фурор на то что группа станет мгновенно известной и культовой и парадит что-то такое за собой какой-то шлейф как от кометы новые стили новые движения музыкальные никто об этом даже не задумывался потому что вроде бы по его словам они там из одного тура в другой собирались куда-то спешили и между вот этими турами в промежутке получилось так что была возможность поработать в студии благодаря стараниям менеджера и они поработали там в течение четырех дней сделали этот альбом ну говорят что там за одни сутки что такое но я не склонен верить одним суткам потому что работа в студии за одни сутки это было бы очень слышно то за одни сутки тут и так в общем все в живую практически сыграно но не все в живую дублируются гитары кое-что там обрабатывается накладывается всяко разного поэтому не так все просто другое дело что смены могли длиться там по два часа по три часа они по 5 по 6 или по 12 но в общем каждый останется при своем мнении одни пускай считают что это за один день все записано другие как я буду думать что дня за четыре примерно с разрывами временными по понемножку по поработав но тем не менее что не предвещало но получилось так что вся молодежь планеты которая слушает рок-музыку слушала рок-музыку в те годы а в те годы рок-музыку слушали наверно больше чем сейчас ну если говорить о гитарном роке то конечно это был взрыв такой мама дорогая советские школьники в лице меня и всех моих товарищей просто сошли с ума и считали этот альбом вершиной музыки в принципе лучше и круче и громче и рокова сделать нельзя это вершина недосягаемая и превзойти невозможно и получилось так что да что это вершина недосягаемые превзойти никто не смог эту пластинку по откровенности по тяжести по этому самому хэви металлу который здесь заложен его зерно здесь заложено и она проросло проросло огромным даже не баобабом а огромным каким-то лесом целыми джунглями этого самого хэви металла а всего-то четыре парня собрались и не потратив большого количества времени и денег записали альбомчик между делом альбомчик никто не брал как я помню как я читал знаешь я помню меня там не было ну ходил ходил менеджер по компаниям по рекорд лейблом их было не так много на тот момент времени не то что нынче когда в каждом районе по 5 этих самых выпускающих компаний и нашел маленький маленький лейбл маленькую-маленькую начинающую компанию vertigo vertigo согласилась альбом взять и выпустить никто не хотел никто не хотел умирать на вас и дай вольный перевод все боялись что выпустят альбом и пролетят абсолютно финансово вертига выпустила и vertigo превратилась в культовый лейбл сверло это для коллекционеров теперь это манна небесная я знаю людей которые собирают только оригинальное сверло ну я имею ввиду яблоко вертиговская вот и вертига стала под ним не благодаря black sabbath они много чего хорошего на выпускали вот но тем не менее vertigo потом пошли другие компании и группа в общем медленно наверно не быстро не быстро не сразу но пошла в рост и когда тиражи стали увеличиваться люди стали слушать по радио кое-что стало звучать тут в частности его woman произведение которого здесь нет вот в американском издании кстати говоря и все и black sabbath как болезнь просто как эпидемия расползлись по всему земному шару ну по тем его сегментам где слушают рок-музыку советский союз тоже был затронут конечно заразились многие и болеют до сих пор я тоже я до сих пор люблю black sabbath но не все альбомы совсем совсем не все об этом я расскажу отдельно те альбомы которые я люблю я их всех покажу в процессе жизни но эта пластинка она чем хороша если начать его разбирать так серьезно серьезно без что называется без предвзятости с холодным носом просто технически она конечно ужасно она ужасно по всем статьям она занудно она сырая она спета вокалист в лице господина у вас барна поют здесь так в первые вещи прямо с первые вещи он поет так как будто он сидит в пабе засадив там пару пинт хорошего пива и сделав это не один раз а так за столом таким вот ну это я не люблю вот эти все вот историю в вроке когда профессиональный вокал непрофессиональный вокал в роке это это другая область искусства вообще здесь о профессиональном вокале говорить если он есть хорошо если его нет ничего страшного и ози ози озморт здесь поет конечно именно как вот после хорошей пивной такой накачки и среди друзей за столом за деревянным в английском пабе и вот так вот распевает свои грустные песни назвать это профессиональным пением невозможно что касается джемов на второй стороне гитарных они с одной стороны стороны они конечно не джемы никакие там там все придумано там дублируются гитары там все это достаточно интересно сделано но тоже если сравнивать скрим то здесь нет изящества песен джека брюса здесь нет тонкости при общей мощи группы крим там музыка очень очень тонкая и изящная все равно джек брюсом джазовый музыкант с хорошим образованием и он писал очень хорошие конечно повередение здесь этого ничего нет если говорить об американской музыке если там вспоминать блю чир например блю чир все-таки играли рок-н-ролл тяжелый медленный быстрый но рок-н-ролл здесь рок-н-ролла никакого нет здесь им не пахнет вообще на дух здесь есть сумрачная лондонская погода ужасная мерзопакостная самые отвратительные дни английской погоды слякоть серость туман и темнота и гниющий покрытый плесенью лес вот что такое этот альбом если так вот его раскладывать по частям но разложить вот так по частям можно потом собрать обратно и получится шедевр и получился вот из из вот этого всего из вот этого всего отсутствие изящества левого вокала значит отсутствие рок-н-ролла недостатка драйва где-то недостатка фантазии в гитарной игре раз и получился шедевр и получился шедевр который не затмил до сих пор никто я очень люблю эту пластинку она конечно настолько прямолинейно настолько убойно настолько откровенно и с такой наглостью сделано что ох просто просто вот но сравнить не с чем действительно шедевр тяжелой музыки я не очень люблю тяжелую музыку но вот несколько альбомов black sabbath у меня в топе просто в моем личном я и футболки ношу и и все 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 и всем всегда говорю что я люблю black sabbath при этом я человек верующий и то что там поет осборн my name is lucifer что там дай мне take my hand на что такое мне совершенно не смущает потому что я воспринимаю это как вообще группа имеет свой юмор здесь здесь не то что там смешное все поется потому что во втором альбоме паранойя там серьезная тематика антивоенная и все дела но в музыке заложено все равно чуть чуть не серьезности чуть-чуть там есть момент не серии момент игры вот момент игры это правильное слово это не 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 такая звероподобная серьезность какая-то пафос такой страшный нет тут тут есть игровой момент и вот это все спасает и my name is lucifer и все остальное я понимаю что это все игрок нож музыканты же взбесились когда на развороте был изображен перевернутый крест они были очень недовольны этой штукой потому что никакие они не сатанисты никакие они не дьявола поклонники нормальные совершенно рок музыканты которые всю жизнь свою до момента выхода этого альбома играли блюз играли тяжелый блюз и тони айоми здесь играет все что он играет на гитаре это все при при прискакала к нам из блюза он играет абсолютно блюзовые вещи здесь собственно сам и сами песни они выстроены так если убрать вот этот адский риф из первые вещи black sabbath вот этот такой широкий то останется блюзовая основа все равно блюзовая основа но первая песня конечно красота после до дождика и колоколов вот этот сатанинский в юмористическом смысле риф широкий тони айоми он и интервалами его играет он и одним голосом его играет на гитаре и он настолько страшен настолько настолько он пробирает и если бы он сыграл в один раз этого бы не было когда он играет всю песню его это да и в конце переход на быструю часть на финальную уже все мы уже вошли в этот страшный лес заплесневелый и чудовищный ну и и голос озборна который как я уже сказал не изображает из себя академического певца а прямо нагло перед нами поет вот этим своим неприятным низким здесь тембром и это конечно очень необычно по сравнению с пафосными на тот момент времени 70-ый год уже английские музыканты стали уже пафосными они уже стали артистами мы артисты мурок музыкант у нас лимузина у нас все дела мы суперзвезды что не исключает таланта конечно там и до rolling stones и музыкантов beatles эти но они все стали артист а это уже не к это никакие не артисты это это черные парни в черном смысле белые парни в белом смысле белые парни в черном которые играют тяжелый блюз такой тяжести который никто до сих пор не играл ну да wizard следующий номер с губной гармошки на которой шпилит йоми в смысле этот самый озборн гармошка еще больше мрака нагоняет еще больше ужаса ритм секция фигачит другого слова не сказать фигачит чистый джаз казалось бы откуда что берется нет свинга свинг полных барабанах просто такой разухабистая очень игра очень очень джазовая такая а бас-гитара просто качает во всю просто вот все выключить оставить ритм секцию и там будет джаз такой тяжелый своеобразный но чисто свинговая такая свинговая такая вот структура которая в медленных вот этих делах которые играет гитара медленные тяжелые рифы повторяющиеся а под ними вот это вот безумная подкладка скачущая такая дальше в американском издании was behind the world of sleep basically n.i.b. n.i.b. очень похожа на крим но перед этим здесь чудесно еще вот эта бас-гитара с квакушкой тоже находочка еще то конечно и на и би похожая на крим и американское издание здесь нет его woman радио песни хитовой которая мне не нравится кстати говоря нас и не black sabbath of sky по сути а вот wicked world мне очень нравится наоборот хотя она тоже очень похожа на крим но крим без излишеств без всякий без всяких вот изящных штучек джека брюса а в прямую жестко адски с юмором и мощно и громко и это очень круто конечно ну и дальше уже понятно там sleeping willys warning тяготение крупным формам которые выльется потом вольвом саботаж всю это вот эти грандиозные мегаломания там и прочее и крупная форма здесь удалось несмотря на то что многие считают что банально играет там тони айоми ничего не банально там две гитары наложены все разнесено все здорово все по блюзовому и психоделично и очень страшно но очень хорошо пошел пить пока